говорит и показывает керман шах друзьям доброго времени соток снова снаю харизм харизм шахи это наши друзья не побоюсь такого слова последний последняя серия финальная серия долгожданный победный финал друзья последняя серия этого прохождения завершается на это мое самое 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 длинное прохождение уже даже сбился счет сколько серии уже за 80 или 83 по моему серии 82 не помню вот так долго мне еще не было ни одного прохождения длинного большого все обли объемлющего так сказать любая сказка имеется финал хороший или плохой и наша сказка тоже подошла к концу не вижу я смысл дальше играть можно было бы можно но но я не вижу смысл друзьям простые простой причине что почти нельзя сказать что почти всем но многие города изной захваченных таких как даме это каба-то ему видеть уже красная релла возможный бунт при том и абсолютно все равно что то есть нету стеку даменить и есть так в акабе а пофигу вообще друзья абсолютно все равно снова бунтует чувствовать им поделать нельзя и особо выбор от у меня друзья и нет на самом деле синенькая стала но это нам не поможет здесь огромная огромная просто громенная сами видите недовольство плюс расстояние это у нас еще слава есть но но уменьшится рост население пропадет не все и будет засада будет засада никуда от этого не деться буквально пару ходов и здесь будут бунты они мне осточертели уже просто да я не знаю до какого состояния до состояния состояния саркил бунтует и тиль готовится к бунту малый малый сарай чума была жить и не снизились и будет прекратился вот здесь меня порадовал друзья жопа жопная ну те кто хотел хотел чтобы это куда-то поплыл в какую-то англию где-то там какие-то города захватывал отрыве своих бас снабжения до передавал их там третьим государством зачем я сделаю просто друзья вы все знаете что у меня есть группа вконтакте кто не знает теперь вы знаете найти юлис легко в шапке канала там сверху есть значок в к не нажимаете попадаете в контакте и там друзей я выложу выложу вот это сохранение вот этот момент прямо сейчас увидеть этот момент я выложу это сохранение сохранения и у тех кого есть желание поиграть на куда-то поплыть что-то сделать захватить какую-то англию там весь мир поработить ради бог здоровья я мешать вам не буду и минут харизма минут моей игрой если что-то хотите еще там сделать ради бога у вас бы такая возможность надо будет вам так установить или иметь версию булатной стали 20 что на другое сохранение с касси не пойдет вот как там друзья вот так но поскольку бунт я решил а даже очень быстро прям блицкригом пройтись по городам городам бизантии и собственно все это поработить нам на это потребуется два хода ну давайте приступать давайте приступать для начала и рак ли вам высаживаемся на берег нападаем на нейтральную державу верно и рак ли вам так сейчас единственная только вспомним где у меня в озвучек лавычку не нужен не папа а вот посолю приготовил хорошо тогда делаем дальше друзья делаем дальше все на берег повелевать и султан разгружайте как здесь у меня три стека есть на берег я ла я ла я ла еще какая я ла мы сокрушим здесь у нас три стека получилось против одного стека византии гарнизона пять к двум я считаю безоговорочная победа есть пирожок воевать в ручном режиме мы не будем потому что ты геморр на это три стека союзник которые творят полный идиотизм ну куда деваться вот разбили их 600 человек потеряли убили больше главное победу до всех казнить никого не миловать ну и собственно никосия кипр теперь уже принадлежит нам этого дома да или нет нам придется брать вас садом а придется брать вас от друзья разбежался там мы победили они отошли они отошли верные султан это ничего страшного эти неверные обречь даже на следующий ход неверные обречены будем этот город добраться на чеказывайте без мало мы победим Вот как-то так Далее, далее Значит, с этим стэком мы подводим Отлично Вот этим стэком мы атакуем Вот этих хоппи на четов Они, правда, каким-то образом смогли отойти Но ничего страшного Главное, что у нас здесь есть катапульты И мы сможем просто вот так сделать Хопаньки и с вами за штурмовка Два стэка, десять к одному Каких-либо здесь возможностей, чтобы отменить этот штурм У Византии нету И мы просто их Чпок, безоговорочная победа 25 человек потеряли И первая, первая из планированных шести провинций Уже наша Это город Адана, крепость Конечно же, мы сейчас их здесь будем уничтожать Уничтожить жителей Отлично Все зелененькое, все хорошо С ума сойти Неожиданно, я думаю, будет хуже Даже можно начать строить что-нибудь Типа там, в какой-нибудь мечети малой Шикарно Вот это можно снести Еврейский пригород, чтобы он Еще больше был порядок Хотя нам-то, в принципе, без разницы Отношения ухудшились Но это Это не суть Отлично, друзья, отлично Мой султан Теперь мы можем ходить Можем ходить Можем здесь Славное Проатаковать противника Мы победили Как мы видим Здесь у них множество ухудшится Если хотите Давайте нам даже битву проведем Битву Чтобы уж совсем Пусть серии не была Сегодня мы одержим великую победу Еще раз заодно полюбуемся Нашей новой современной конницей Которая всех просто крушит Вертит нам на своих копьях Ну и посмотрим заодно на войска Византии Вблизи хотя бы Что у них там имеется Так, ну командира сюда Так, мою конницу, значит Как-то здесь Наверное даже Всю конницу Давайте Вот с этого фланга Разместим, да Единственное Ее только поделим На несколько частей Чтобы удобнее было управляться Конечно Многие говорят Что когда делишь На Такие вот небольшие отряды Они начинают сходить с ума У меня в принципе Такое подозрение тоже есть Но если их вот так вот Не делить То их сложно управляться С ними Весьма-весьма Потому что Проще уж тогда Пускай они там Как-то с ума сходят Если уж так хотят Ну отлично Еще пехотку выделим В отдельную группу И все будет Пучкарем Наверное Привели подкрепление Так Ну что Полетели Вы значит Давайте сюда Заходите Шеминг Конечно Вы давайте Еще дальше Проходите Тоже Шеминг Конные стрелки Вперед Слоны Тоже Давайте Занимайте Какую-нибудь Позицию Вот здесь Там будет Стрелять Метать Еще что-нибудь Делать Так Ассас Ассасины Ассасины И подходите Сюда Давайте Вы конечно И сюда Подходите Лукари Уже Стреляют Мощно Стреляют Все Пучком Все Шикарно Походу Их надо Уже Отводить Хотя На самом Деле Пускай Сами Разбираются Хотят Пускай Отходят Не хотят Пускай Не отходят Мне Все равно Здесь Пошла Наша Конница Враж Здесь Пошла Вот эта Конница Враж Здесь Обстрел Идет Слоны Слоны Давайте Тяжелой Конницей Займемся Лучники Шмаляют До них Никто Так Хотел Сказать Не добежал Да До них Никто Не добежал Что Друзья Давайте Посмотрим На эпичный Момент Ой Как Мой Конец Мочит Там Походу Тоже Есть Какие Выше Выше Они Из Под Удар Вышли Жалко Смешались Кони Люди Кони Люди Смешались Давайте Вперед Выдвигать Нашу Пехотку Куля 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 Не так То Мы Вот Так Сейчас Нам Будет Больно Не Суть Важно Больно Больно Пророку Мы Одерживаем Вер Ну Что Здесь Немного И Неверные Сдадутся Вы За Этими Вы Давайте За Этими Это Конец Здесь Она Уже Убегает Она Обкакалась Обсикалась Не Не Сперва Давайте Построимся Потом Чаш Произведем Ну Это Какие То У них Более Менее Такие Современные Застрелы Стардиоты Убегают И Убегуны Убегуны Давайте Вот Этих Мочите Вот Они Их Не Скутаты 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 Как вам Приятно Скутатики О Не 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 Фу 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 Ребятки Нельзя Так Нельзя Же Так Ну Как Видите Даже В Открытом Бою Эти Садники Конной Стрелки Вообще Ничего Нашим Сделать Нему Наш Полностью Закуван В броню Надеюсь Это Сломит Остан Проблем Никаких Нету Так Где мы Там Мои Там Кстати Подкрепление Подходит Я так Смотрю Вражеское Подкрепление Вроде Да Тоже Конные Какие Стрелки Всякие Разные Давайте На Нашу Пехотку Выдвигать Вперед И Вот Этих Тоже Куда Здесь Разместим Так Это Все Давайте Сюда Кинем Сколько Тут 32 Ну Давайте Еще Генерала Кинем Что Гонял Кон Застрелов Так Где У меня Конец Это Мои Обитает Ну Вон Как А Эти Три Отряда Уже Просто Сидят Отдыхают Да Окей Так Ну Один Отряд Я Вижу А Где У меня Еще Два Отряда А Они Убежали Убежали У них Здесь Мочилово Было С Кем Ну Хорошо Я Согласен Так Ну Давайте Сюда Тоже Войдете Держиваем Вверх Еще Немного Чтобы Построиться Заново Ну Отлично Конец Вошла В этих Скутатов Скутаты Тут же Кончились Ну Моща Моща Друзья Была бы У меня Такая Конница Когда Были Монголы Я Думаю Они Не то Чтобы На равных Рублос Они Превосходили Монголов Конницу Тяжелой Там Только За счет Моральки Генерал Монголы Как Нибудь Держались Б А так Во всем Остальном Бесполезно Так Вы за этим Преследуете А вы Давайте Сюда Вылетайте Где у меня Генералисимус Генералисимус Гоняется По Статов Как мы Видим Сейчас Кстати Он в них Войдет Нет Не войдет Они Тупо Убегают От него Ну Ладно Ничего Страшного О Ну Ладно Мочитесь Так Вы Давайте Эти Гоняйте Сюда Идите Наконец Они Приняли Бой Причем Бой Явно Неравный Бугага Армия Неверных Подобно Тем не менее 13% Втанем Неужели Убили Засранцы Враг Обескровлен Мы Истребили Половину Его Армии Хорошо Хорошо Мочилова Класс Их Полководец Бежал Как Трусливая Старуха Трусливая Старуха Давайте Преследуйте Стадо Баранов А вы Этих Преследуйте Чтобы Они Не Остановились Не Возобновились И еще Чем Не Придумали Так А кто Еще Не Убегает И Не Понимаю Где Этот Где Это Героический Византийский Отряд Который Не Убегает Вау Фига Себя Генерал Как Ты Отпустил Чуть Заза Вообще Слоны В атаку Неверные Бегут Как стадобаран Никто Не Усомнится В справедливости Этой победы Ну Отлично Отлично Друзья Победили Битву Посмотрели Хотя Бо Уже Что То Хоть Византийцев Увидели Своими Глазами А Мы Сейчас Всех Убьем Посмотреть Не Посмотрим Обидно Наша Игра Аж Задумалась Отлично Хоть Не Зависла И То Радует Ну Все Сдохли Эх Вы Эх Вы Ну Берем Второй Город А Именно Их Замок Кесария У меня Здесь Вот Такая Вот Ария Под Предводительством Бату Ялсин 22 Два Года Чего Можно Принципе Заменить Тут Какую Армянскую Пехоту 7 9 7 9 У меня Новые Копейщики Есть Они 5 27 Но Дадо Понимают Вещь Вещь Пеши Гуля Мы 9 21 Хорошая Армия У нас Здесь Даже Старая Конница Откуда Ты Ею Выковырил 11 21 Ладно Главное Есть Катапульта Войми Я их Нанял Ну И Сейчас С Марша Будем Захват Кесария Мы Победим Начинаем Азладу Как видим Здесь Какую-то Лонгиньи Антиохии Латинекон Латинекон 12 21 Ну Это Примерно Соответствует Нашей Старой Пехотке Госпечения Старая Иконица Вот Этой Колемейские Тяжелые Старадиоты 11 18 Даже Похоже Будут Что-то Типа Леха Иконица Наверное Но Скутаты Скутаты Весьма Весьма Сильные У них Причем Заметьте Что у Византии Скутаты Появляются Очень Довольно Таки Рано Рано Если Мы Вот Таких Копейщиков Тяжелых Только Только Начали Клепать То Можем Клепать Всего В Несколько Замках Которые Доросли То Византии Чуть Ленее С самого Начала С 50 Наверное Может Уже Клепать Ввиду С ранней Компании И Это Конечно Очень Сильно Иметь Таких Копейщиков 6 22 Их Поставил Где-нибудь В городе Хрен Кто Пройдет Так Что Как-то Вот Так В этом Отношении Византии Сильна Сильна Но В данном Случа Им Это Не Поможет Давайте С ночным нападением Бугага Рассчитать Безоговорочная Победа Потеряли Дофига 450 Человек Убили Сивы 200 Ну Нам Главное Победили И Хороша Кесария Наша Друзья Кесария Наша Победа Блистательная Нам Говорят Что У нас Победа Уничтожаем Всех Жителей У нас Кстати Бату Получила Ранение Жаль Жаль Конечно Если Ручкам Все было бы Иначе Все было бы Лучше Но Тратить Время На это Дело Желаний У меня Нету Потому что Результаты Так Нам Друзья Известит Шикарно Шикарно Кесария Кесария Наша Во имя Аллаха Во имя Аллаха Так Ну и берем Третью Нашу Провинцию На этом Ходу Здесь У меня Вот есть Флотик Во флотике У меня Есть Армия Армия Непростая А с катапульсами Правда Без генерала Письмала Мы победим Византийцам Это Не поможет У них здесь Два отряда Скутатов И страдиоты И чем больше Смотрю На Византию Тем больше Не хочется Поиграть За нее Но блин Тут опять Надо помнить Что В этом Прохождении Византия Сильна За счет Того Что Киевская Русь Была Другом Почти Всегда И была Другом Только За наш Хризмейский Счет Потому что Мы их Постоянно Мерили И деньги Башили Прохождение В обычном Византию Вы этого Не добьетесь Ну и Надо учитывать Что фактор Монголов Которые Никуда Не пришли Ни к одному Из соседних Государств Так Немножко Степняков Потрепали Куманов Половцев Одним словом И все Там Пару городов У них захватили А весь Остальный удар Мы же разбивали Хризмейцы Поэтому Сложно Говорить Как бы Обернулось Не будет Хризма Такого Ну что Берем Рассчитываем Безговорочная победа 65 потерь 270 убита И трапезон Наш Друзья Трапезон Наш Уничтожить Всех жителей 8000 Сразу Стало Зелененьким Это Меня радует Ремонт Сносить Ничего Оставим Здесь Нам Пару Отрядиков Даже Один Можно Составим Да Желтенькое Все Ну и Корабль Сюда Все На Синоп Выдвинулся Здесь Друзья Нам нужно Что сделать Здесь Нам нужно Убить Вот эту Коргу Вторую 23% Так мало Кто Кто Здесь Отвергает Шариат Кошмар Ну Не буду Тогда Пробовать Они Не справятся На черта Назовите Имя Нечестивца Они Совершили Худут Ну Как я и говорил Давай Ты попробуем Лучше В Дозгин Отступники Бесполезно На самом деле Я уже Немного Подзабил На Все Действия Своих Агентов Наживите Что бы я делал Без них Я не знаю Сколько Я Смог Решить Проблем За их счет Это просто Вы не поверите Здесь Какие-то Мятежники Непонятные Давайте Кто же Убьем Отлично Убили Я в курсе Башня Укроется От Оха Хорошо Здесь Я готовился К тому Что придется Малой Сарай Захватать Была Чума Она Быстро Закончилась Мало Снизила Население И Привела Порядок В норму Это Меня Конечно Не может Не радовать Ну и Друзья Будем Сейчас Делать Ход Будем Делать Ход Нам Осталось Захватить Три Провинции Для Условий Победы Нужно 50 На 47 Захватить Города Багдад Иерусалим Баку Канкало Таблис И Багдад Они Все Захвачены Давным Давным Пережить Гибель Держав Золотая Орда И Слежунский Султанат Как вы Понимаете Они Тоже Все Уничтожены Давным Давно Вот Ну и Делаем Наш Последний 292 Ход Разделяем Силы Каких-то Агентов Я забыл Здесь Виталий Все Еще Рубится Был Момент Когда Я думал Что Англия Уже Переломила Ход И Сейчас Он Здесь Всех Нагнет Но Неожиданно Пришло Еще Пару Трой Стэков Англичан Фот Англичан Ломбардийцев Уже Дали Леща Англии Они Так Как Маятник Да Они То Соберутся Вот Здесь Куда Пойдут Видите Византия Получает Люлей За ними Там Англия Пару Стэков Высловала До Этого Здесь Ходили Ребята Крестоносцы В виде Папистов Тевтонцев Вот Они Люля Получали Полного Гоняли Здесь Кстати Новость Такая Что Закончилась Уничтожена Фракция Польши Польши Больше Нет Тевтонцы Прошли Снова Леща Выдали А вот Иппописты Все еще Ходят Убегают Не знаю Кто там Польшу Дайбил На самом деле Она была Чьим Вассалом Я уже Не помню Чем она была Вассалом Честно говоря По-моему Византии Да Византии Вроде бы Как Вроде бы Их Вассалом Ну вот Византии Посмотрим Придумают Она что-нибудь Против нас Ну здесь Что придумаешь Придумаешь У них Все войска На западном фронте А здесь Такой Неожиданный Мощный Удар В спину От Союзника Который был Союзник Там Я не знаю 200 ходов Уже Ну все Там Уж скрешились Тебе на Ну у меня Другого выбора Не было Не Выбор то есть Всегда Но Другой выбор Был очень Замороченный Это хрен знает Куда плыть Хрен знает Что делать Очень далеко Все Так что Проще Вот в Византии Немного Подкоронать Подкоронать Что бы И жизнь Медом Не казалось Ну вот Измериться Ну давай уже Норвегия Норвегия Давай быстрее Норвегия Швеция Они все там Все еще воюют Бедолаги Мятежники Готово Новая невеста Науки уби Гильдии какие-то Смерть правителя Ооо Друзья Шах Кем хитрый У нас Кончался Друзья Это плохо Бунт Дамиета Начался Бунт Но главное Никто из Городов Не отвалился Это главное Главное Потому что Потому что Если бы Отвалился Нам бы В Сирию Пришлось бы Еще больше Растягивать Принц Сводка Новостей Терри 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 Новый правитель Шах Харагиб Рыцаря Давайте Глянем Правителя 66 лет Уже Не молод Прямо Скажем Да Рыцарственный Правитель Обалдеть Как ты так Смог Был регентом Стал Правителем Отлично Отлично Но мы Это еще Посмотрим На семью Здесь Как видим Все по прежнему Армия Четвертая Финансов Второй Но это Навсегда Финансов Можно сказать Что мы На перс Потому что Титонского Ордена Халяву Стулем Выделили Она их Походу И не тратит Серьезно Потому что Если тратили Они уже Были бы Не знаю Правителем Мира Были бы Сто Лямов Но это Я даже Смотреть Не буду Ничего Делать Я не буду Оно Нам Не надо Ну и Продолжим Продолжим Теперь уже Сверху Начнем Высаживаем Нашу армию Возле Синопа И Атакуем Синоп Битва Два К одному Безговорочная Победа И Синоп Наш Уничтожаем Жителей Видите Даже Уничтожение Жителей Уже Не помогает Все равно Красное Прикольно Да Что я называю Прикольно Ноль Просто Ноль Десять Процентов Общественного Порядка Здорово Да Потому что Они сейчас Уже Ну я Снавидал Что Здесь Религия Нужно Приводить В норму Здесь Религиозный Бунт Серьезный Расстояние До столицы Сто 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 Пятнадцать Процентов Другие Сто Пятнадцать Это Конечно Ну Как мне Объяснили Это Во всем Виноваты Не они Во всем Виноваты Играешь Старую Версию Новую Такого Нету Там Это Все Было Уменьшено Вот И Ну Во что Играю Вот В то Играя Что Что Делать Ну Ладно Захватили Мы Сино Нам Нужно Осталось Два Города Взять И Два Города На Островах Это Никосия Да Которым Сейчас Захватим На Битву Безговорочная Победа Мы Закрушили Неверное Уважаем Жителей Как Видите Красное Все Серьезно Ранен Ничего Страшного Ранен Ранен Ой Как Все Много Сломали Ребят Бустовали Они Походу Серьезно Здесь Серьезно А Вот Снести С 50 До 65 Повысилось Никоси Можь Еще И Получится В порядок Привести Конечно Высаживаемся На Берег Здесь Еще Одна Армия Я Про Нее Забыла Здесь Еще Одна Армия Боже Что Мой А Это Я Две Армии Помните Я Оттоима Вел Две Армии Вел 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 До Сюда Доплыли Я Хотел Здесь Нападать Но У Мне Образовались Армии Здесь Смог Найти Плюс Еще Одна Шла Я И Воспользовался Ну Как-то Так Армия У меня Хоть Попы Жуем Ну И Последнее Друзья Последняя Провинция Нам Осталась До Победы До Победы Героической Эпической Победы В этом Прохождении Захарызм Шахов Это Город Ирок Леон Сейчас Мы Будем Штурмовать Ну Здесь Ничего Нет Здесь Всего Лишь Три Отряда Кантари Канта Канта Ратои Канта Ратои Боже Мое Название Византийское Это Нечто Такой Эпический Эпик Который Постоянный Заклам Ладно Битва Битва Баттл Безоговорочная Победа 45 человек Потеряли Город Захватили Что ж Друзья Победа Вы Победите Победили Жители Вашей Державы Будут Отмечать Этот День Как Всенародный Праздник Хотите Вы Продолжитесь Искать Большую Славу Отважных Героев Сквозь Пламя Битв И Создал Славную Империю Озаряемую Светом Небесным Теперь Именно Ты Вершишь Судьбы Мира Ну Выберем Продолжить Потому что Если закончить Мы просто Вернемся В меню Главное А здесь Уже Пошел Повтор Ну Вот Друзья Мы Победили Все Условия Победы Выполнены До конца Прохождения Вообще Самой Игры Осталось 169 Ходов Не так Чтобы Много Но Достаточно Сильно И долгих Надо крутить Чтобы до конца Добраться До самого Этим Заморачиваться Уже не будем Как видите Зеркли он Тоже Весь Красный Все Красное И Если бы Не общественный Порядок То я думаю Мы уже Давным Давно Захватили Бо Весь Мир Здесь Можно В принципе Заморочиться Можно Подорвать Болучие Допустим Какие Англии Тоже Самое Крестовый Поход Священ Тулузом Тептон Шведов Кошмар Просто Захватывать Города Оставшиеся Там Без Гарнизона У них Отдавать Тем же Самым Каким Соседим Странам Маврам Там Я не знаю Ломбардийцам Папис Там Еще Кому Там Без Разницы Египтянам Византийцам Их Я уже Называл Датчанам Можно Можно Но Смысл В этом Какой Смысла Нет Совершенно Нет Ну и Давайте Откроем Карту Собственно Посмотрим Что И как Происходит Боже Мужчай Пишу Что Происходит На Карте Да Идите За Ногу Букв Нет Не Пропечаталось Отлично Вот Она Карта Вот Она Наша Страна Наша Страна Ага Поляков Убили Сами Византий По Видим Потому Что Траговиш Был Одан Полякам Он Был Вроде Б Польский Ладно Убили Убили Захотели Убили Захотели Убить Степняков Половцев И убили Почему бы Нет Ну Странно Вы видите На карте Киевская Русь Она Воюет С Новгородом Это у них Старая Тема Новгород Немного Слаб Я бы Сказал И Я думаю Что В конце Если Не вмешат Киевская Русь Она Выиграет В этой Схватке И поглотит Русь При этом Наверное Восстановится И даже Наверное Расширится Тевтонский Орден За счет Новгорода Тоже Хотя Они Тоже Воюют Тут Такая Серьезная Драчка Всех Против Всех Идет Ну Тевтонцев Очень Много Денег 100 Миллионов Напомню Вам И они Войска Могут Просто Штамповать От Нифиг Нафиг Их Ограничивать Только Сам Искусственный Интеллект Ну И Идиотизм Искусственный Интеллект Новгорода Который Печатает Флоты Полное Место Армии Ну Что же С ним Сделать Такую Здесь Датчане Их Осаждают Византийцы Палангу Конечно Видите Византию Побережье Балтийского В море Это Такой Нежданчик Нежданчик Да То есть Он Видите Че Новгород Девается Вот Смотрите Рад Встрече Братья Вот Даже Просто Не ища Мы Видим У них Четыре Полных Стэка Флота На Кой Хрен Четыре Стэка Флота С кем Они На Море Воюют С Тевтонцами Так У них Флота Нет Ну То бишь Идиотизм Цветет И Пахнет Ну Кто Мы Такие Чтобы Осуждать Англичане Штетин Штурмуют Шведский Англичане Доползла Уже До Польских Польских Земель У них Уже Полный Контакт Византии Идет На Юге Немножко Застопорились Потому Что Если Византия Более Близко Идти От Своих Баз Основных Здесь Плюс До сих пор Держатся Ломбарды С Несколько Городами Пиза И Болонии Вот Тоже Хороший Вопрос За счет Чего Они Сейчас Ломбардийцы Содержат Пять Стэков Полный ход Недавно Где-то В группе Вконтакте Писали Такого Не может Быть Войска Из Ниоткуда Не Появляет Все Профинансировано Ну Если Знаешь Какие Войска Что Войска Более Менее Нормальные Элитные Да И Сколько Они Стоят Их Содержание Одного Стэка Проходит Понимание Что Два Города Никогда Не Способен Содержать Флок Плавый Не Способен Содержать Никак Треснет Но Они Содержат Содержат Папис Это Вообще Заколебешь Считать Как Монгола И Моя Это Это Все Каким То Они Обеспечивают Четырьмя Городами Ну Хотя 5-6 Было Восстание Прежде Чем Они Успокоились 85% Правда Приходится Держать Почти Целый Стэк Здесь Куда Деваться Никуда Не Денешься Ну Кстати Потихонечку Видите Стаделя Здесь Тоже Можем Нанимать Отличные Войска Шикарные Уберем Кого Нибудь Уберем Зачем Я Правда Делаю Я Сам Не Знаю Ну Ладно Вот Как-то Так Друзья Как-то Так Ну Египет Чувствует Себя Неплохо Хоть И получил Люлей От нас Знатных Люлей Но Опять Так Нападали Неожиданно Каких Серьезных Столкновений С ними Не было Ну И Увидели Увидели Мы Что Они Тоже Там Качаются Набирают Войска Сильные И В принципе С Египтом Никому Легко И Просто Не будет Потому Что У них Войска Многочисленные И У них Появилось Качеством Того Что Египту Всегда Не Хватает Это Качество Это Хорошие Конец Это Хорошая Пехота И Они Теперь Действительно Могут Нагибать 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 Еще раз Нагибать Чем Они Они В принципе И Занимались Пока Их Не Отвлек Серьезно Я Думаю Они Уже Мавру Табили Да Они Уже Почти Это Сделали Вот Маракеш Держат Само Вританские Но Ничего Не Сделают Даже Если Здесь Египтяне Сольют Они Подведут Еще Паруст Так Вновь И Вновь И Вновь Египет Уже Перешел В Испанию К Почти Почти Закончили Завоевание Испании Тут Держатся Линия Небольшая Несколько Городов Четыре Штуки Мавританских Один Из них Уже Он Под Осадой Англия Англия Жмет Англия И Ничего Ты С ним Не Сделаешь Но Если Мы Продолжили Играть Если Не Было Проблем С Общесным Порядком Или У У Неб Была Такая Сильная Можда Разбить Англичан Я бы Разбил Я так Думаю Просто Постоянно Подрывать Экономику Захватывать Города Передавать Другим Нациям Это Можно Было Сделать Только Вопрос Главный Зачем Мы Свои Цели Добились Англичане Молодцы Англичане Кто Бо Что Не Говорил Четы Нечеты И Искусственный Интеллект И Еще Что Там Они Как-то Сгруппировались Возле Городов То есть Раньше Они Как-то Стояли Прямо По Бережью Прямо Сплошникам Сейчас Они Сгруппировали Может Готовиться К отправке Куда Нибудь Что Не Говорю Но Они Молодцы Они Смогли Победить Шотландцев Шотландцев Победили Они Дали Леща Знатного И Очень Быстро Франции Просто Их Отмутузили По Полной Программе И Все Нех Захватили Серьезные Есть Юниты Потом Они Дали Леща Германии Германии Как это Произошло Для меня Вообще Загадка Но Там Германия Не Смогла Отправиться От Крестового Похода У них Там Есть Такая Хрень Когда Крестовый Поход Назначает И Все Странные Накидываются На Франкфурт На Столицу И Давай Всех Бить И По Видим После Вот Этого Германия Не оклемалась К сожалению Вот Ну и Англия Англия Поддавила В этот момент Захватила Основные И Базы Крепости Крепости Цитадели Города И Уже Она Поперла 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 И Уже Никто Здесь Не Остановит Никогда Да То есть Конечно Мы Не Вмешаемся Но С другой Сторон Те Же Сам Англичане Они Застопорились Допустим В Италии На Севере Уже Нам 20 30 Они Стоят Пройти Не Могут Не Дают То Ломбардийцы То Византийцы То Еще Кто То Паписто Придут Они Сами Контра Атакуют На Тулузу Не Знаешь Что У них Из этого Выйдет Ну Как То Так То Так Ну То Бишь Весело Здесь Друзья Все Еще Весело Так Сохранен Ку Я Оставлю В Группе В Контакте Наверное Ну Может Не Сегодня Может На Следующий День Но Скоро Он Там Появится Сохранен Очка Для Версии 2.0 Кто Захочет Ради Бога Видим Датчане Атакуют Норвежцев Интересные Города Надо Надо Как Нибудь Сыграть За Норвегию Какой Нибудь Или За Швецию Или Даже Заданию Не За Данью Мы Играли В Медиву Швеция Либо Норвегия Но Тоже Довольно Интересно Будет Ух Что У них Там В углу Стоит Не Видно Даже Целый Стэп И Чем Там Делают Непонятно Ну И Видим Что До сих Пор Так И Не Взяли Один Из Свободных Городов Мятежных Ато Сало Никто Не Хочет Сало Бугага Взяли Вон Торку Шведы Пришли Целым Стэком Захватили Молодцы Сало Сало Стоит До сих Пор Бесхозный Бесхозно Ну Как То Вот Так Друзья Как То Вот Так Вот Так Вот Карта Венгрия Существует Но Он Тоже Васал Бизантии Мачилова Здесь Идзет Ну Что Давайте Еще Глянем Что Интересно Давайте Логическое Древо Глянем Что Происходит Собственно Тут Уже Настолько Огромное Что Для его Просмотра Обалдеть Сколько Время Надо Как То Опустимся Вниз Что Ну Саванхилд Еще Жива А Нет Умерла Давно Причем Но Эта Ветвь У нас Пресеклась Да Раданик Туровский О Раданик Туровский Обалдеть Друзья А помните Когда-то Вначале Мы Переманили Генерала От Киевской Руси Или Из-за Владимирской Я уже Даже Не помню Раданик Туровский Женили Наши Фатюми Страстные Вон Так Добрались Но Все равно Пресеклась Лени Пресеклась Ничего С этим Не поделаешь Шахмен Гирей Хитрый Давайте Посмотрим Что У нас Тут Еще Есть Много Много Лени Пресеклась Руслан Убийца Тоже Все У него Пресеклись А Вот Еще Выше Ответки Шах Отцы Зловредного Есть Еще Веточка Тянется Ну Тут Если Разбираться Вообще Жесть Тоже Все Мертвы А вот Эта Веточка Еще Живая Здравствуй Да И Бывший Наш Шах Тоже Отсюда Был Теперь Его Наследник Стал Принцем Мунир Славный 48 лет Жена У него Правда Уже Детей Нет Так Что Это Веточ Тоже Пресекется Печально Печально Здесь Тоже Все Печально Ага Вот Он Наш Шах Новый Регим Который Был Шах Рагиб Рыцарь Откуда Он Ведет Свою Свою Рот Там Ниязи Рыцарь Это Друссен Ташкентского Мархиза Ташкентская Да А Откуда От Наил Сабан Аглу Он Жад Актимур Славного Он Выше Абдул Кирславный Никого Из них Не помню Честно Говорит Но Сильно Сильно Большой У нас Как видите О Четырех Парней Классно А так Конечно Как видите В конце В конце Множество 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 Наших Лидеров Есть Живых Даже Что то Процветает Растет И пахнет Но не так Не хотелось бы Но тем не менее Есть Есть Ладно Это понятно Давайте еще Пробежимся По рейтингам Вот наш рейтинг Я не знаю Даже Кого здесь Поставить Те державы Которые еще Живы Так Все державы Оставшиеся Державы Пять сильнейших Держав Это Собственно Мы Это Египет Это Англия Это Византия Это Киевская Русь Так Ну Общий рейтинг Мы как видим Друзья Немножко В жопе Выше нас Англия Выше нас Византия Но Византия Падает Потому что Мы Обкарнали Англия Тоже Спад Намечается Это Общий Рейтинг Военный Рейтинг Ну Тоже Мы Где-то Со всеми Впереди Сильно Выбилась Англия У него Действительно Дофига Войска Византия Тоже Грубо говоря На третьем месте По производству Мы Выше всех Впереди Всего мира Это Учитывая Что мы Последний ход И ничего Не заказывали По производству Нам Никто Не поспорит Территориальный Рейтинг Ну Мы Шли Раньше Примерно На уровне Византии Были Да Но Потом Обкарнали Египет Который Вниз Пошел Обкарнали Византии Которая Вниз Пошла И Сами Выросли И Даже По территории Стали Более Сильными Чем Англия В Англии Кстати Провинции Меньше Чем У нас Вот Но Я Почему Собственно Так Ускорился По захвату 50 областей Потому что К этому Очень близко Подобралась Англия Мне нужно Было Либо Самому 50 захватывать Либо Двигаться Как-то И что-то Делать Чтобы Англия Не взяла 50 Провинции И Она Уже Не выиграла Либо Либо Уже Было Далее Финансовый Рейтинг Но Мы На втором Месте Выше Нас Только Как Я уже Неоднок Говорил Тевтунский Которому 100 К Подогнали 100 Миллионов Не поспоришь Здесь Даже Не отображается Хрен Би С ними Так Рейтинг По Населению Ну Обогнали Византию За счет Их же Византийских Городов Так Мы были На третьем Месте Еще Выше Стук Канголи Ну И Общий Рейтинг Мы Уже Рассматривали Друзья Вот Как-то Так Как-то Друзья Вот Вот Так Вот 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 Такое Прохождение Мне она Самому Очень Понравилось Серьезно Мы Создали Державу Которую Смогла Дать Лища Всем Напомню Что Мы Убили Турок Мы Убили Грузин Мы Убили Монголов Правда Монголы Были Немного Стремные Они Сильно На меня Не Перли С другой Стороны Получалось Приходилось Разбивать В чистом Поле А не От Обороны Обороны Было бы Попроще Но Они Стояли Не Двигались Пришли Заморачиваться Но Тем не менее Мы Справились Справились Убили Монголов Тимуриды Не Пришли Оказалось Что Вместе Тимуридов Увели Фракцию Грузия Зря Мы Ждали Так Долго Строили Тут Крепости Собирали Войска Огромное Количество Но Они Пригодились Эти Армии Просто Перебросило На Западу Взяли Египет Далее Мы Тоже Пощечину Как Видим Города Все Каира На Грани Бунта Я Не Знаю Кто Захочет Продолжить Продолжить Это Прохождение Но Ему Явно Пройдется Несладко С Таким Всем Делом Но Здесь Сколько Раз Пять Восстания Подавите Можно Спокойно Жить Друг Сторон В Алеппо Он Уже Пять раз Подавлялись Недовольны Засранцы Чем Вы Недовольны Он Ислам Уже 92% Куда Ж Более Недовольны 45% Вот Недовольны И Все Ты Хоть Трясни 45% Недовольства Расстояние 40% И Бедность 80% Но Бедность Это Обычное Дело Когда Нормально Будет Версия Не Будет Беспредела По Расстоянию Будет Жопа С Бедностью Она Всегда Бывает И Со временем Если Город Растет Растет Все Больше Больше Бедности Бедности Она Никак Не Внешается И Даже Туда Если Посадить Полностью Вкачанного Генерала На Благородство Или На Ужас На Жесть Там Паяется Небольшое Порядка 30 Что Ли Плюсом Но Этот Минус Не Перебьется Он Будет Украсть И Рано Или Поздно Тот Ж Сам Генерал Прокачанный Сдохнет И На Следующий Ход У вас Считайте Будет Сразу Приходится Рано Или Поздно Какой Тобор Брать И Просто Население Вырезать Очень Обидно Когда Крепости Поэтому Такие Крепости Вообще Рекомендуется Перестроить В город И Не Мучиться Потому Что Если Он Волнуется Бунтует Он Так И Будет Бунтовать Хоть Тут Треснет Пополам Как Если То Он Так Будет Волноваться Ух Убей Столицу Перевести В дом Хам Тогда Успокоиться А так И Пофигу Вот Какие Такие Пирожные Друзья Но Неплохо Мы Повоевали Захватили Шесть Городов В Византии Наверняка Обрадовался Очень Кстати Кстати О сказках Давайте У нас же Есть Посол Давайте Помиримся С Византией Перемирие Очень Щедрое Предложение Лишили Шести Городов Такие Ну Слава Богу Все Они Харизм Шахи Насытились Все Отстаньте От нас Согласен Они Вообще Ничего Не платить Не надо Ничего Лишь 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 Айзонтийца Но их Можно Понять У них Почти Нет То есть Мы Если Сейчас Пошли Вперед У них Первый Стэк Он Возле Константинополя Только Стоит То есть Мы Еще Городу Треть Чик Рыжили Пока Не войска Подвели Дальше Да Уже Начался Замес Но Мне Оно Не надо Совершенно И никак Ну а на этом Друзья С вами Буду Прощаться Спасибо Что Смотрели Прохождение Надеюсь Оно Вам Понравилось Так же Как Оно Понравилось Мне Это Не Последнее Прохождение По Булат Стали Сталин Я Вообще Надеюсь Что После Окончания Прохождения Начать Новое По версии Не помню Какой Но Какой То Нету Вот Ну Так что Немножко На булатку Мы Подзабьем Есть И другие Прекрасные Моды Тот же Был Крузис Не Скажу Что Прекрасные Именно Седьмая Но Есть Более Ранние Версии 6 4 6 3 Возможно В них Поиграем У нас Есть Прохождение По Республике Пиза Которое Тоже Необходимо Как То Продвигаться Вперед Вот То Бишь Есть Во Прощаюсь Всем Хорошего И Удачи Не Забывайте Подписываться На Канал Бай Бай